С первых дней подрядная организация, муниципальный жилищный фонд, держит на строительной площадке высокие темпы. Василий Хамин, руководитель МЖФ, неоднократно отмечал, что перед специалистами стоит весьма непростая задача – сделать около 300 миллионов разного рода строительно-монтажных работ. Сроки для строителей сжаты. Образовательный объект нужно подготовить всего за год. Согласно общему графику, Марк является переходным периодом к отделочным работам. На данном этапе ведутся работы по устройству кровли, также отделочные работы, монтаж электропроводки, штукатурка стен. На блок Б выполняются фундаменты, где будет расположен спортзал. На блоке А завершается уже кирпичная кладка и переходим к кровельным работам. Также будут проводиться в дальнейшем работы по благоустройству теплосети, водопроводах, канализации. К слову, оба корпуса в три этажа сегодня возведены под самую кровлю. Несмотря на внешнюю ситуацию со строительными материалами, подрядчик не зависит от логистических проблем, так как имеет свой производственный комплекс, где изготавливается бетон, железобетон и кирпич. Кроме того, на объекте хватает и специализированной техники. Оба корпуса постепенно обретают завершенный вид. Отметим, что возводят новую школу на условиях софинансирования из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Сдадут образовательные учреждения в эксплуатацию к концу 2022 года. Работа на строительном участке не прекращалась даже в самые морозные. Отрицательные температуры, строительные компоненты бесперебойно поставлялись на эту строительную площадку. Один из главных компонентов – это кирпич. Мы можем видеть, что желтый кирпич сменяется красным. В этом месте будет возведен так называемый теплый переход между корпусами. А сама школа возводится по национальному проекту образования и рассчитана на 250 мест. Константин Аникин, Зурабка Бахидзе, Новости.